Доброе утро! Сегодня 9 апреля, сегодня вторник и мы рады приветствовать вас и желать вам самого доброго, творческого и замечательного дня. Здравствуйте! Если вы еще не проснулись, тогда мы идем к вам. У нас впереди двухчасовой вояж по информационному пространству. Надеюсь, что эти два часа вы проведете с нами, но и самое главное с пользой. Для вас в прямом эфире работает Александр Ткачев и Сылья Салямова и мы работаем сразу на двух телеканалах Первый Крымский и Крым 24. Ну а сейчас, я думаю, самое время уже перейти к новостям и рассказать о том, что же интересного происходило у нас в Крыму в последние 24 часа. Наши корреспонденты подготовили для вас самую необходимую информацию, которую я прямо сейчас готова озвучить. Куда податься рыбаку? На территории Крыма вступило в действие запрет на рыбалку в общественных водоемах. Это связано с нерестовым периодом, когда начинается активное размножение. Но для заядлых любителей выйти с удочкой к пруду есть альтернативные варианты. На одном из таких мест побывал Александр Федорчак. Учить сына любимому делу Асан Айдеров считает своей задачей. Летом и осенью досуг проводит на озере с удочкой в руках. Рыбалка – его главное хобби уже пять лет. Приобщает и всю семью. Позвал друг на рыбалку первый раз. Я побывал, мне все это понравилось, затянуло. И с тех пор стараюсь отдыхать именно так. Рыбалка – не только развлечение, но и спорт. Александр занимается этим больше пяти лет. Участвует в чемпионатах и Кубках России. Недавно завоевал медаль на крымском турнире. Начало весны – период подготовки к новым состязаниям. Сезон только начинается, по большому счету. Хотя у нас сейчас запрет. Ловить нельзя на общедоступных водоемах. Этот запрет действует с 1 апреля по 31 мая по всему полуострову. Он связан с массовым нерестом. Но выход есть и для любителей, и для спортсменов. Все рыболовы перемещаются к частным водоемам, где ловить карпа или щуку можно круглый год. У рыбалки, как и у любого другого вида отдыха, есть свой сезон. В весенний период активный улов начинается в апреле, когда вода стремительно прогревается. Общая площадь этого озера – 25 гектаров. Здесь водятся около 10 видов различной рыбы. Пользователи водного объекта ожидают самый активный улов за последние 6 лет. Зарыбление – так называется процесс, которым с приходом тепла занимаются специалисты. Когда температура воды поднимается выше 10 градусов, начинается прикормка. За каждой рыбой нужен уход, чтобы она была привлекательна не только для рыбаков, но и для покупателей на рынке. Мы по осени облавливаем рыбу частично и отправляем на рынок сбыта, на Крым. То есть вся рыба реализуется в Крыму. Уже есть наработанные оптовики, которые приезжают, забирают рыбу. Еще у нас есть направление выращивания посадочного материала. Там есть еще один пруд сделанный. То есть частично мы малька выращиваем сами, частично мы малька закупаем. Сознание благоприятных условий требует и серьезных затрат. Для этого разработана специальная программа поддержки крымских производителей. С ее помощью можно покрыть 35% затрат на производство. Одним из критериев получения субсидий, одним из критериев дальнейшего использования этих денег является увеличение объема продукта. На определенную и неопределенную величину. В данный момент в республике существует такое направление, как поддержка выращенной и реализованной территории республики продукции, ремонт оборудования, закупка оборудования. Для получения финансирования нужно подать заявку Минсельхоз Крыма. На него могут претендовать как крупные предприятия, так и владельцы небольших рыбных хозяйств. На сайте опубликован перечень необходимых документов. Александр Федорчак, Александр Чукалов, Ситмемед Кукчиев. Новости 24. Россия переходит на цифровое вещание. Скоро настанет очередь Крыма. В республике тем, у кого телевизоры не адаптированы под современные стандарты, выплатят компенсации, однако не всем. Кому полагается материальная помощь и как ее получить, узнавал Артем Артеменко. Меньше двух месяцев осталось до перехода с аналогового на цифровое вещание в Крыму. Для этого практически все готово пенсионерам, людям с ограниченными возможностями и ветеранам, помогают социальные работники и волонтеры. Давайте позвоним в Центр реагирования по цифровому телевидению. Пожалуйста. Офератор Анталия, добрый день. Переходят все на цифровое вещание, телевизор вернее. Я хотела бы тоже перейти. Согласно постановлению Совета Министров Республики Крым о порядке оказания адресной материальной помощи гражданам, находящихся в трудной жизненной ситуации, вам необходимо обратиться в Департамент труда и социальной защиты по месту проживания. И там вам окажут помощь. Все. Будем подключаться. На базе нашей горячей линии 8 800 506 308 будет организован консультативный центр по оказанию консультативной помощи населению. Крымчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, власти Республики помогут безболезненно перейти с аналогового на цифровое вещание. Прописаны все механизмы оказания этой компенсации для данной категории граждан. Компенсация составляет до 1500 рублей на приставку и до 5000 рублей на комплект цифрового спутникового приема. 3 июня Крым полностью перейдет на цифру, это гарантирует телезрителю качественную картинку и звук. Бесплатно будут доступны три мультиплекса, в которые входит 20 федеральных телеканалов, а также 7 региональных. Артем Артеменко, Роман Ананев, Новости 24. Игра миллионов развивается на полуострове не только на профессиональном уровне. Добровольное объединение любителей футбола Крыма проводит соревнования. С 2016 года в этом сезоне команд стало больше. Подробнее расскажут наши журналисты. Опасные комбинации и результативные передачи. С первых минут футбольное противостояние между симферопольскими командами «Виктория» и автобаза Совета министров Крыма показала, что такое накал эмоций. Трудно поверить, но это любительские соревнования. Было просто предложение от коллектива, от инициативной группы создать футбольную команду. Я был не против. Включая, доложил свое видение Совет министров, там тоже не против. Мы создали команду. В отличие от соперников, команда «Виктория» участвует в любительских соревнованиях по футболу с 2016 года. Несмотря на больший опыт к дебютантам, спортсмены относятся серьезно. Хочу сказать, что боевой коллектив, думаю, у них все получится. Хорошие ребята, многих знаю лично. Играли раньше в разных командах вместе. Думаю, все хорошо будет. Сражаются 8 команд высшей и 10 в первой лиге. Победить, конечно, хочется, но важнее для участников игры развивать любительский футбол на полуострове, подавать правильный пример молодежи. Стефан Филатов, Алексей Романов. Утро нового дня. Таким был информационный выпуск от наших коллег с телеканала «Крым-24». Ну а мы продолжаем наше вещание и, конечно же, тоже будем вам рассказывать о всех самых важных событиях, которые происходят у нас в регионе. Ну я предлагаю дополнить новостную картину подключением к нашим коллегам из радиейной студии, которые прямо сейчас с нами на связи. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Доброе утро. У нас форс-мажор маленький, мы вас не видим, мы вас только слышим, поэтому будем с вами общаться в режиме радиомоста. Ну мы вас, слава богу, увидим и хотим поделиться, точнее, вопросить вас, что у вас сегодня на повестке дня? Ну, первая у нас тема нарушения, касающаяся, нарушения правил, в общем-то, дорожного движения, особенно касается тех водителей, которые находятся в нетрезвом состоянии. Да, депутат Госдумы Андрей Козенко предложил ужесточить нарушения для пьяных водителей. Мы обсуждаем эту проблему. Страшная статистика, страшное количество смертей в России за последний год. Вот что с этим делать, как вариант, вот, допустим, я и Эмилия считаем, что при повторном употреблении за рулем горячительных напитков хорошо подошла бы такая мера, как пожизненное лишение прав, потому что терпеть уже невозможно. Цифры действительно страшные. По информации ГИБДД, только в прошлом году на дорогах России произошло 15 166 ДТП с участием нетрезвых водителей. Погибли 4 296 человек. Ну, от цифры вы сами слышите какие-то. Действительно страшные. Знаете, я полностью поддерживаю вас в этом плане, потому что еще, как правило, погибают совершенно невинные люди, которые тоже становятся участниками аварии. Ну, а у нас сегодня тоже очень важная тема. Она касается волонтерского движения, в первую очередь. Ну, и также будем говорить о достижениях в сфере образования. Ну, и красной нитью по нашему эфиру пройдет тема освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Ей мы тоже постараемся уделить очень много внимания сегодня. Спасибо, коллеги. Удачного эфира. И вам, конечно. Кстати, хочется поздравить весь Крым с наступающим 75-й годовщиной, с наступающей освобождением разных крымских городов. Вчера, 75 лет назад, начата крымская операция, был освобожден город Армянск. Да, да. Спасибо большое. Хорошего вам эфира. Спасибо. Ну, а мы тоже продолжаем свое вещание, продолжаем свои эфиры. И знаешь, Саш, вот синоптики нас предупреждают, что сейчас не стоит расслабляться. Кажется, что весна, даже практически лето наступило, плюс 25 ожидается днем. Но, тем не менее, очень скоро погода преподнесет свои сюрпризы в виде гроз. Но о том, в принципе, какая сегодня будет синоптическая ситуация, предлагаем посмотреть прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что же, дорогие друзья, остается только пожелать вам насладиться сегодняшним солнечным днем, потому что уже завтра погода несколько изменится, и начнутся дожди и грозы. Но расстраиваться не стоит, потому что влага – это тоже очень важно. Она дарит нам жизнь, дарит жизнь нашим растениям, и это действительно очень и очень хорошо, что пройдут дожди. Мы двигаемся дальше. И я считаю, что даже такая погода не всегда повод бросить заниматься спортом. Действительно, не всегда повод, тем более таким спортом, как паркур, хотя он является самым, наверное, противоречивым искусством 21 века. Если обратиться к истории, то я бы хотела рассказать, что он появился аж в 1902 году. Вот нам казалось, что это совершенно современное течение. Нет. Вот так давно он появился. Само слово появилось уже через сто лет. Но, в общем, сегодня паркуром занимаются и в Крыму, и наш следующий сюжет как раз-таки об этом. Дотуда можно по очереди, на самом деле, прыгнуть через воду. Там какую-то перееду за тягом Супермена. По очереди там ролл-ролл и все, и уж хорошая идея, давай. Перила, парапеты и лестницы. Трейсеры – так называют себя те, кто занимаются паркуром, находят место для эффектного трюка везде. Но где бы ты ни тренировался, самое главное, говорят ребята, начинать с разминки. Одной разминки для того, чтобы выполнить эффектный трюк, недостаточно. Несмотря на многолетний опыт, спортсмены подходят ответственно к каждому прыжку. Учитывают высоту, расстояние, продумывают приземление. Проделав все то же, на прыжок отважился и я. Главное каждому элементу подходить с головой. Трюк не будет рискованным, когда делаешь то, к чему основательно подготовился, уверяют ребята. Глядя на легкость исполнения головокружительных сальто и не подумая, что осваивать многие элементы пришлось через растяжение и переломы. Через страх, без страховки падал, ломался, потом опять. И вот недавно я понял, что не надо было. Есть залы, есть обучающие видео, есть люди, которые знают, как это делать, которые могут объяснить. У нас говорят так, не стремись к сложным элементам, стремись к технике. Вначале все должно быть технично и правильно сделано. В исполнении профессионалов даже обычный прыжок в длину выглядит красиво. Ведь паркур – это искусство рационального перемещения. И поначалу дисциплина состояла лишь из подобных движений. Акробатика добавилась позже, а вместе с ней появилась и необходимость в серьезной физической подготовке. Добиться максимального результата от тренировки проще занимаясь одному или вдвоем. Так и сконцентрироваться легче, и шансов травмироваться меньше. Соревнуя с трейсерами теряют осторожность и часто необдуманно рискуют. Впрочем, независимо от количества атлетов, зрители собираются всегда. Нам понравилось, когда они вот здесь прыгали вдвоем одновременно. Это реально круто. Соревнования, мастер-классы и семинары. Паркур стремительно развивается во всем мире. Используя элементы брейк-данса, единоборств и, конечно же, фантазию, трейсеры доказывают, нет границ, есть только препятствия. Стефан Филатов, Александр Кровец. Утро нового дня. Саша, ты рискнул бы повторить? Нет, мне кажется, как только бы я так прыгнул, сразу бы был перелом позвоночника, компрессионный, и печень бы вывалилась через глазные отверстия. Я бы не рискнул. Просто нужна очень подготовка тщательная, Саш. И все, я думаю, что через несколько месяцев ты бы здесь совершил тоже какой-нибудь прыжок. Я подумаю об этом. Что касается подготовки, она нужна абсолютно в любом событии. И вот сейчас Крым активно готовится к очень крупному и значимому мероприятию под названием «Белый цветок». Оно стало уже традиционным. И в этом году оно пройдет 12 мая, традиционно в Ливадии. И посвящено в этом году оно памяти святых жен Мироносец. Это действительно значимый православный праздник. Ну, а планируется, что участниками этого мероприятия станет около тысячи человек. И мероприятие начнется в 9 часов в Крестово-Движенском храме. И после чего в 11 часов состоится само открытие белого цветка. Напоминаю, что место выбрано неспроста. Дело все в том, что традиция проводить праздник белого цветка была начата именно в Ялте. И именно царской семьей. Таким образом, продавая бумажные белые цветочки, люди, собственно говоря, цветки изготавливались вручную, разумеется. А они поддерживали тех, кто нуждается в помощи. Такая добрая традиция дореволюционная является прекрасным продолжением сейчас. Ну вот, поэтому призываем вас запомнить эту дату, 12 мая, когда состоится акция «Белый цветок». А сегодня у нас 9 апреля, и мы предлагаем узнать, какие же очень важные открытия были сделаны в этот день много лет назад. В этот день, 237 лет назад, в Париже открылся один из крупнейших театров Франции. Одион. Здание театра было построено по указу королевы Марии Антуанетты. Первоначально он предназначался для главной сцены страны – театра Комедии Францесс. Спустя три года в Одионе был пожар. Сегодня это крупнейшая библиотека, архив и хранилище видеоматериалов, связанных с театром. 9 апреля 1682 года французский путешественник и исследователь Северной Америки Де Лассаль провозгласил владением Франции большую американскую территорию. Он первым из европейцев спустился вниз по течению Миссисипи, высадился в устье реки и водрузил там внушительный деревянный крест и французский флаг. Ученый дал название Луизиана в честь Людовика XIV. Позже, в 1803 году, Наполеон продаст эту землю США. 9 апреля 1699 года Петр I издал указ о наблюдении чистоты. В городах появились служивые, которых впоследствии народ стал называть дворниками. За выбрасывание мусора на улице нарушителей наказывали кнутом и штрафом в размере 10 рублей. По тем временам это была огромная сумма. 9 апреля 1966 года Ватиканом был официально отменен так называемый индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех столетий. В него включались неугодные церкви произведения богословов, ученых и билетристов. Среди полностью запрещенных авторов были Жордана Бруно и Анаре де Бальзак. 9 апреля 1989 года Американец Дуглас Энгельбард получил премию за изобретение компьютерной мыши. Он основал исследовательскую лабораторию, в которой стартовало сразу несколько проектов. Самыми заметными из них стали гипертекстовая электронная база данных и специально разработанное под нее устройство «Мышь». Ну что же, я предлагаю двинуться дальше по эфиру и поговорить прямо сейчас о том, каковы же цены на сегодня на главный, пожалуй, современный кровь автомобиля, я имею в виду топливо. Итак, цена одного литра газа сегодня равняется 27 рублям и 96 копейкам. Дизельного топлива 51 рубль и 32 копейки. 92-го бензина 47 рублей 30 копеек. 95-го 51 рубль ровно. И 98-го 56 рублей 59 копеек. Цены, в общем-то, фактически не изменились со вчерашнего дня и остаются довольно стабильными. Но то ли дело валюты, которые постоянно меняют свой курс о валютах прямо сейчас. Итак, доллар сегодня равняется 65 рублям 34 копейкам, а евро 73 рублям 36 копейкам. И обе валюты за последние сутки сдали порядка 10 копеек. И, в общем-то, это прекрасная новость, потому что рубль укрепляется. И, насколько я понимаю, Салья, эта новость радует и, собственно, хорошие прогнозы делают наши экономисты. Да, я хотела ответить, что вообще они считают, что с января по март оказался очень удачным этот период для рубля, так как он продемонстрировал лучшую динамику как среди развивающихся, так и среди развитых мировых валют. В частности, он укрепился почти на 6,5% по отношению к доллару. Ну и также считают аналитики, что если ситуация с санкциями не будет никак на нас влиять, и ситуация с нефтяными котировками тоже останется благоприятными, то, в принципе, летом курс доллара может колебаться в пределах 64-66 рублей, а евро будет стоить 72-74 рубля. То есть вот не будет меняться в этом плане. Но как бы ни колебались валюты, всегда остается одна очень важная потребность – потребность культурных мероприятий. Вот следующая наша рубрика «Глашай» вещает о том, что же происходит сегодня на наших крымских подмостках. Афиша прямо сейчас. Сегодня в Театре имени Горького культовая постановка «Свои люди, сочтемся». Главный герой любым способом пытается увеличить свое богатство и для этого объявил себя банкротом. Он доверился близким, но жажда наживы сделала их совершенно другими. Во времена написания этой пьесы критики очень негативно высказались о ее содержании. Все действующие лица – купец, его дочь, стряпчий, прикачек и сваха – отъявленные мерзавцы. К сожалению, и сегодня эта проблема остается актуальной. Начало в 19.00. В кинотеатрах для младшей аудитории мультфильм «Потерянное звено». Главный герой – исследователь и натуралист Лайонел Фрост. Смысл его жизни – поиск самых необычных существ, о которых знают исключительно по легендам. Тут-то на пути ученого попадается настоящий Йети, последний своих сородичей. Сможет ли добрый великан обрести семью? Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Первая игровая перезагрузка мультипликационного фильма студии Дисней от режиссера Тима Бертона. Действие разворачивается в цирке, где рождается слоненок с непомерно большими ушами. Это вызывает насмешки и упреки, пока вдруг не оказывается, что вместе с ушами будущей звезде достается умение летать. Выступления под куполом цирка, овации и слава длятся до тех пор, пока не оказывается, что в сказочной стране хранится слишком много темных секретов. Также в кино супергеройский фильм «Шазам». Билли Бэтсон оказывается в приемной семье. Несмотря ни на что, он преследует единственную цель – найти свою настоящую мать. Но однажды он попадает в мир магии, где достаточно прокричать всего лишь одно слово – «Шазам», чтобы превратиться в настоящего супергероя. Парень хочет стать лучшим волшебником, но появляется опасный враг, который использует самые грязные методы, чтобы забрать его способности. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Ну а мы продолжим афишировать те мероприятия, которые состоятся уже сегодня. Например, в Керчи там тоже присоединились к празднованию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. И в частности сегодня с 11 часов начнутся все важные мероприятия, такие как конкурс «Мы наследники победы». Также на площади Ленина состоится военно-патриотическая игра под названием «Победа». Ну а самая обширная программа запланирована на 11 апреля. Вот в 9 утра состоится возложение цветов к всем местам боевой славы. Ну а также, конечно же, там ожидают в 11 часов прибытия поезда «Победы», который вчера встречали в Армянске. Поезд «Победы» встретят праздничным концертом, где выступят лучшие творческие коллективы города. А вот в 19.20 состоится возложение цветов в сквере «Победы». Также патриотическая акция «Огонь памяти» – праздничный концерт с участием Духового оркестра войск Национальной гвардии на площади Ленина. Ну и, конечно же, традиционно мероприятие завершится в 21.00 грандиозным фейерверком. Ну вот такие мероприятия состоятся с 9 по 11 апреля. Ну а сейчас, Саша, мне хотелось бы тебе сказать, что вот такую достаточно, можно сказать, печальную статистику я вычитала по поводу того, что в России проживает сегодня 12 миллионов человек с инвалидностью. И, конечно же, среди них большинство женщин, примерно 7 миллионов и 5 миллионов – это мужчины. Ну и также очень печальная статистика по детской инвалидности. Она с каждым годом увеличивается, ну, примерно на 25 тысяч человек. Суммарно 8,2% населения России имеет статус инвалидности. Но, впрочем, в Крыму есть одно место, куда эти инвалиды всегда традиционно пребывают для того, чтобы лечиться, и им помогают. Это Евпатория. Там есть несколько реабилитационных центров, где царит совершенно удивительная атмосфера. Ну вот я побывала в одном из таких центров и своими глазами увидела, как совершается новая история сильных духом людей. Также я узнала, что там удается на ноги поставить около 16% людей, приезжающих к ним со сложными диагнозами. Давайте посмотрим сейчас этот сюжет и сами во всем убедимся. Статус здравницы Евпатория сохранила и после развала Советского Союза. Тысячи людей приезжают сюда круглый год, чтобы поправить здоровье, а иногда и пройти сложный курс реабилитации. А некоторые именно здесь снова учатся жить. Есть такое вообще высказывание. Раньше у нас были хобби, а теперь это все называется реабилитация. Открыть дверь, проехать на коляске, пройти дополнительно шажок, сесть на велосипед. И все-все-все-все, это все реабилитация. Реабилитологу Олегу Колпакову самому пришлось пройти этот путь. В 2001 году он упал с четвертого этажа. Травма, полученная тогда, посадила в кресло. Сегодня, как и его коллеги, помогают уже другим научиться заново чувствовать свое тело. Небольшой шаг или удар рукой – это уже огромный успех. Видно прогресс в амплитуде движения, в первую очередь. То есть шажок был 20 сантиметров, шажок стал 50 сантиметров. Движение в локте было 10 градусов, стало 120 и все остальное. Евпатория принимает не только тех, кого несчастный случай вырвал из нормальной жизни, но и тех, кто родился с диагнозом ДЦП. Многие из них приезжают на лечение в совсем юном возрасте. Перед реабилитологами стоит задача не лишить ребят детства, а потому между занятиями тут и рисуют на теле, и шьют игрушки, и играют в дочки-матери. После уроков шитья дети учатся гладить, стирать или готовить себе обед. В этой комнате все сделано для удобства людей с особыми потребностями. Чтобы инвалид на коляске мог вниз направить и увидеть процесс приготовления блюда. Все это специально продумано. Также у нас есть специальные выдвижные вот такие вот поверхности, для того, чтобы было удобно работать именно во время приготовления блюда. А еще в городе постоянно тренируется российская паралимпийская сборная. Те, кто не сдался, принял свой недуг и даже добился успеха в профессиональном спорте, особенно ценят наш крымский климат и умения специалистов. У нас закончились учебно-тренировочные сборы паралимпийской сборной Российской Федерации по стрельбе из лука. Мы готовы принимать сборников по академической гребле. Но все-таки в первую очередь Евпатория – место, где возрождается вера в полноценную жизнь и где с оптимизмом воспринимаешь свое прошлое. Павел Шехалев 9 лет назад, отдыхая с друзьями на речке, неудачно нырнул. В итоге в 22 года стал инвалидом. Переоценка идет ценностей и самой жизни. То есть на жизнь по-другому начинаешь смотреть, что ты начинаешь намного больше и сильнее любить и ценить, что когда был здоровый, не ценил и не замечал. Каждый день дает шанс взглянуть по-новому на свою жизнь. Задача таких курсов – не просто обучить ребят каким-то навыкам, но и показать, что их жизнь не остановилась. Она просто стала другой, и в ней есть место увлечениям, работе и любви. Я предлагаю продолжить медицинскую тематику. И как раз прямо сейчас у нас в студии гость, к которому мы присоединимся. У нас в гостях Елена Молочко, руководитель Крымского регионального отделения «Волонтеры-медики». Мы вас приветствуем в нашей студии. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, тяжело быть волонтером и одновременно медиком? Не тяжело быть волонтером в сфере здравоохранения, потому что каждый день ты думаешь о том, как лучше сделать жизнь людей в Крыму. А вот мне кажется, это несовместимые понятия все-таки. Нет, это совместимые понятия, потому что есть устремление сделать как можно больше радости для каждого крымчанина. Поэтому и находится всегда на такое доброе дело время. Скажите, словосочетание «будь здоров» для вас наверняка не просто пожелание. Да, словосочетание «будь здоров» для нас это словосочетание имеет глубинный смысл, потому что здоровье – это самое главное для волонтера-медика. И поэтому мы своими действиями всегда заботимся, все наши устремления направлены на то, чтобы сделать жизнь людей более здоровыми. Ведь именно так называется Всероссийская акция. Да, Всероссийская акция называется «будь здоров». Она проходит сейчас по всей России со 2 по 8 апреля. Вот сегодня мы уже подводим итоги этой акции, и Крым не стал исключением. И мы приняли также участие в проведении этой акции совместно с Центром медицинской профилактики при поддержке Министерства здравоохранения Республики Крым и совместно с кафедрой медицинской этикой и профессиональных коммуникаций Медицинской академии мы провели более 20 мероприятий в Крыму. Но расскажите о них поподробнее. Вы же знаете, что нам все интересно. Какие это были мероприятия? Что вы хотели донести населению? В первую очередь мы должны отметить, что День здоровья в этом году был по организации Всемирного здравоохранения отмечен как тема здорового питания. Поэтому для нас было очень важно донести до жителей Крыма, как правильно вести рациональный и правильный свой день, чтобы у них питание было здоровым. И поэтому наша задача была для различных возрастных категорий рассказать, как же быть здоровым. Поэтому мы помогали школьникам, а также молодежи, людям более взрослого возраста составлять рациональное меню, корректировать. Также у нас прошла крупная акция на Пушкино-3, совместно с Центром медицинской профилактики. Мы с сотрудниками рассказывали людям, что же такое здоровое питание и в общем понятие здоровья. Поэтому прошло такое крупное мероприятие, и флешмобзарядка у нас была. Сколько человек приняло участие? Я так понимаю, что вы призывали абсолютно всех прохожих, кто вот в этот момент оказался на улице Пушкино-3. Более 500 человек приняло участие в данном мероприятии. Оно длилось два часа. И мы отметили, вот я для себя сделала положительный такой итог, что наше население знает о том, как правильно и рационально питаться, но, к сожалению, не всегда придерживается. Но фастфуды побеждают иногда. Скажите, а вот все-таки огромное количество сейчас существует разных доктрин, парадигм, и дробное питание 6 раз в день, и 1 раз в день утром, и после 6 не есть. Что же является правильным? Правильным является это рациональное питание, которое расписано на день. Это завтрак, обед, ужин и перекусы, два перекуса. Очень важно на завтрак, например, не пить кофе натощак, не есть сладости. Между завтраком и ужином временной промежуток должен составить 10 часов. И очень важно перед тем, как человек ложится спать, не ужинать за 3-4 часа до отхода ко сну. Нет, ну у нас многие так питаются, в принципе. Ну понимаете, очень важно есть здоровую пищу. То есть не гамбургерами заедать, завтрак, обед и ужин. Потому что очень важно, чтобы употреблять продукты питания, которые являются полезными. К сожалению, вот мы столкнулись при проведении уроков здоровья в школах и брейн-рингов, дебатов на эту тему, что школьники, они питаются правильно, а вот уже более взрослая молодежь, начиная где-то от 20-летнего возраста, как показали результаты нашего анонимного опроса, они всегда питаются правильно. И здесь, конечно же, вредная пища. Это кетчупы длительного хранения, чипсы, фастфуд, майонез, сосиски, колбаса. То есть надо все-таки рационально подходить, все-таки в пищу употреблять более здоровые продукты, фрукты, овощи. И когда человек ест, он должен на 80% есть, то есть рационально ставить свою порцию, которую он съедает, потому что через 20 минут после того, как он поел, у него уже приходит осознание насыщения. То есть обманчивое ощущение, когда ты поел, поел, и тебе еще и еще хочется. Да, когда вы встаете из-за стола, должно быть такое легкое чувство легкости, потому что через 20 минут уже происходит, дается сигнал с мозга полностью насыщения. Поэтому очень важно не переедать. Скажите еще, вот я слышал такую народную, народную мудрость из речения, что, дескать, завтрак съешь сам, обедом поделись, а ужин отдай врагу. Это так? Очень правильно, потому что на завтрак мы должны питаться, потому что многие бегут на работу и пропускают завтрак, и обедают перекусами. Поэтому очень важно, чтобы мы употребляли на завтрак полезные продукты, потому что просыпаясь, завтракая, мы даем энергию на следующий день своему организму, заряд бодрости. На обед самое главное съедать, чтобы было первое, второе. А на ужин, он должен быть легким ужин, потому что нельзя переедать, перегружать свой желудок, потому что, когда мы отходим ко сну, желудок, если он перегружен, он очень тяжело перерабатывает пищу. Это лишние килограммы. Ну вот вы сказали, что участие в акции приняло 500 человек. А сколько из них признали, что не будут соблюдать, например, ваши рекомендации, или наоборот сказали, что теперь будут только правильно питаться? Вы знаете, у нас в акции приняло участие 500 человек, и в принципе большая часть из них, наверное, процентов 80, знают, как правильно и рационально питаться. Но если те, которые не знали, то волонтеры-медики помогли им составить меню на день. Но, к сожалению, многие отметили, что работа, какие-то поседневные дела не позволяют им соблюдать правильный режим питания. Как я уже сказала, завтрак, обед и ужин, и если хочется есть, то это какие-то перекусы. И, к сожалению, не все вот именно за такого графика, как они отметили основной причиной, соблюдают принципы рационального питания. Ну вот мы сейчас говорим о еде, и сразу кушать захотелось. Я с утра, к сожалению, наверное, неправильно питаюсь, поэтому не испытываю чувство голода. У нас осталось буквально 30 секунд. Пожалуйста, дайте крымчанам 5 советов, как сохранить здоровье через правильное питание. Для того, чтобы быть здоровым, надо есть полезные продукты питания, исключить минимум стресса в своей жизни, делать зарядку, и всегда встречать доброе утро с хорошим настроением. И смотреть, конечно, утро нового дня. Обязательно. Это тоже помогает. Большое вам спасибо. Я напоминаю, у нас в гостях Евгения Молочко, руководитель Крымского регионального отделения «Волонтеры-медики». Большое вам спасибо. Наверняка крымчане вашим советам внемлют и будут их исполнять. Но мы двигаемся дальше. И следующий наш сюжет называется «Крым онлайн», где мы собираем наиболее интересные видео крымского сегмента интернета. Очередное ДТП по невнимательности. Феодосия, пересечение улиц Федько и Дмитрия Ульянова. В ролике хорошо видно, как водитель не пропустил автомобиль и выехал на главную дорогу. В результате машина, ехавшая по главной, резко свернула вправо и врезалась в дерево. И снова безответственность. В Керчи на парковке водитель «Ладу» ударил Ниссан Кашкай. Вышел, посмотрел на свой автомобиль и поехал дальше. Он не стал искать хозяина пострадавшей машины и свой номер телефона тоже не оставил. Хорошо, что инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Собираетесь в Баггерово? Идите пешком или запрягайте лошадей. Так назвал свое видео автор, жалуясь на качество дороги. В ролике видно, как водитель автомобиля пытается объехать ямы и кочки, но это практически невозможно. Ровного участка просто нет. Сел за руль и поскакал, комментируют пользователи сети. Ялта, улица Ленина. Сознательный водитель рекомендует установить светофор, аргументируя свое предложение непрерывным потоком людей. Ждать приходится очень долго, по этой причине образуются пробки. А так 30 секунд пешеходам, 30 машинам и все было бы в порядке. А вы как считаете? И снова Ялта. Вот такой позитивный флешмоб запустили мотоциклисты. Любишь мото? Бибикни. Как выяснилось, любителей этого вида транспорта оказалось много. Сигналили все проезжающие мимо авто. Опасно для жизни. Жители одного из новых микрорайонов Симферополя жалуются на некачественные люки. Говорят, они не из металла, а из пластика. Поэтому легко ломаются. В это отверстие запросто может провалиться ребенок. Пользователи возмущены. А здесь водитель просит обратить внимание на двойную сплошную по улице Киевская в городе Симферополе. Чтобы попасть к себе во двор, жалуется автор, приходится ехать аж до Куйбышевского кольца. Куда обращаться и кто отвечает за дорожные разметки, вопрошает автомобилист. Ну, так как я уже говорила, мы сегодня, конечно же, очень много постараемся уделить внимания освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков. В этом году отмечаем 75-летие этой очень важной и значимой даты. Хотелось бы отметить, что в Симферополе, конечно же, в преддверии праздника ветеранам выплатили денежные пособия в размере 6 тысяч рублей. К сожалению, их осталось очень мало, и каждый чествует их по-своему. Определенную акцию сделали и мы, совместно с Крымским академическим русским драматическим театром имени Горького. Поэма Твардовского Василий Теркин. Артисты театра читают фрагменты этого произведения. Для вас, дорогие ветераны, которые наверняка нас смотрят, пожалуйста, порадуйтесь немножко. Рассказать бы вам, ребята, хоть не верь глазам своим, как немецкого солдата в двух шагах видал живым. Подходил он в чем-то белом, наклонившись от огня, и как будто дело делал. Шел ко мне убить меня. В этот ровик точно с печки стал спускаться на заду. Теркин, друг, не дай осечки, пропадешь, имей в виду. За секунду до разрыва знать хотел подать пример. Прямо в ровик спрыгнул живо в полушубке офицер. И поднялся незадетый, цельный. Ждем за косяком. Офицер из пистолета. Теркин в мягкое штыком. Сам присел. Присел тихонько. Повело его легонько. Тронул правое плечо. Ранен. Мокро. Горячо. И рукой коснулся пола. Кровь. Чужая или своя. Тут, как даст, вблизи тяжелый. Аж подвинула земля. Вслед за ним другой ударил. И темнее стало вдруг. Это наши, понял парень. Наши бьют. Теперь каюк. А тем часом издалека, глухо, как из-под земли, Ровный, дружный, тяжкий рога, надвигался рост. С востока танки шли. А за грохотом и громом, за броней стальной сидят, По местам сидят, как дома, Трое-четверо знакомых наших стриженных ребят. Видят, вздыбился разбитый, развороченный накат. Крепко бита. Цель накрыта. Ну а вдруг, как там сидят? Двое вслед за командиром, Вниз, с гранатой вдоль стены. Тишина. Углы темны. Хлопцы. Занята квартира. Слышат вдруг из глубины. Ни обман, ни вражьи и шутки. Голос вправдешний, родной. Пособите. Вот уж сутки. Точка данная за мной. В темноте, в углу коморки, На полу боец в крови. Кто такой? Но смолкнул Теркин. Как там хочешь, так зови. Он лежит с лицом землистым. Не моргнет. Хоть глаз кали. В самый срок его танкисты Подобрали, повезли. Шла машина в снежной дымке. Ехал Теркин без дорог. И держал его в обнимку Хлопец, башенный стрелок. Укрывал своей одежью. Грел дыханием. Не беда, что в глаза его, Быть может, не увидит никогда. Свет пройди. Нигде не сыщешь. Не встречалось видеть мне Дружбы той святой и чище, Чем бывает на войне. Саша, но ты, может, сейчас удивишься очень моему вопросу, но мне очень интересно. А твои собаки? Я знаю, их у тебя три. Они водят? Нет, пока еще не научились. Я сам все никак права не получу. До собак еще дело не дошло. Дело в том, что в Саратове, например, произошел случай, когда пьяный водитель обвинил в ДТП свою собаку. Якобы именно она находилась за рулем, когда авария произошла. Но, конечно же, полицейские ему не поверили. На него сразу оформили протокол. И теперь ему грозит до двух лет лишения прав. Но, а вот то, что, наверное, нельзя обвинять собаку в этом случае, это понимают все. Я тоже так считаю. Дорогие друзья, если вам нужна собака для того, чтобы она за вас управляла транспортным средством во время вашего алкогольного опьянения, не советую этим заниматься. Обзаведитесь лучше другом-трезвенником. Но если вам настоящий охранник нужен, друг, который будет всегда рядом и поддержит теплым взглядом тяжелую минуту, следующий сюжет как раз для вас. Дакота нежная, яркая и красивая. Она любит людей, любит общаться, отлично ходит на поводке и любит учиться. Дакоте около года. Она привита и стерилизована. Звоните, привезем. Плюс 7978-863-1103. Ну а прямо сейчас наш мобильный корреспондент Ксения Шарпановская находится на улицах нашего славного Симферополя и готова поведать нам, что же происходит там. Ксения, доброе утро. Доброе утро, Ксения. Доброе утро, коллеги. Сегодня вторник, 9 апреля. Замечательная солнечная погода у нас в Симферополе. Сейчас плюс 9, а в целом температура воздуха прогреется до 22 градусов. На этих выходных можно было даже встретить людей в футболках. Правда, к сожалению, это последний такой прям теплый день на этой неделе. Уже сегодня ночью ожидается небольшой дождь, и так в течение нескольких дней. Не могу сказать, что будет прям прохладно или холодно, просто чуть-чуть прохладнее, нежели сегодня или вчера, например. Вообще, учитывая удаленность от моря, у нас нарастание весенних температур происходит гораздо активнее, чем, например, в Севастополе, несмотря на относительно схожий климат в целом. Что ж, хочу пожелать всем продуктивного, отличного дня и хорошего настроения. Студия, вам слово. Спасибо, Ксения. Спасибо, Ксения. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Следующий сюжет посвящен наиболее актуальным видео из интернета. Прямо сейчас. Бобовые способствуют похудению, комментирует автор. Женщина, по всей видимости, работает в каком-то продуктовом супермаркете и наглядно демонстрирует банку фасоли. Открывает ее, а там вода. Это вот четыре банки. Если у вас такой фасоли нет, мы с вами поделимся. У нас еще много. А вы умеете чистить гранат? Вот как это делается правильным способом. В верхушке плода нужно сделать горизонтальные надрезы в форме шестиугольника, затем вертикальные от каждого угла. И вуаля! Все гениальное просто. А этот паркурщик ушел красиво, пишут пользователи сети. Он виртуозно карабкается по отвесной стене, прыгает и... попадает точно в мусорный бак. Самоликвидировался? Шутят в комментариях. Хотите острых ощущений? Просто проведите время в компании «Медведя». Косолапый, как ни в чем не бывало, подошел к рыбакам и сел рядом. Потом, правда, незваный гость все-таки ушел. Ничего удивительного. Это Россия, пишут в комментариях. Любишь делать селфи с животными? Учись у этого парня. Хозяин натренировал свою собаку копировать его эмоции. Улыбается человек, улыбается и четвероногий друг. Нет, это не игрушка с пуговками вместо глаз, а настоящая собака, которая стоит на задних лапках. Пушистого, видимо, за что-то наказали. Разве можно ругать такое чудо? Пишут в комментариях. А эта собака – настоящий исследователь. Чтобы найти что-то вкусненькое, она идет на хитрость. Лапой подвигает стул, запрыгивает и оказывается на столе. Дальше она отправляется в разведку и осматривает духовой шкаф. Да, от такого умного пса продукты надо прятать под замок. Интересно, а дверь холодильника он открывает с такой же легкостью? Этот котенок боится спрыгнуть с дивана. Он жалобно мяукает и просит о помощи. Наконец, взрослая кошка не выдерживает и помогает самым неожиданным способом. Она запрыгивает к нему и лапой сталкивает малыша на пол. Наверное, ей виднее, как воспитывать свое чадо. Мы продолжаем? Да, мы продолжаем. И я бы хотела отметить, что мы упустили как-то такую важную дату, что 7 апреля мы отмечали 25-летие Рунета. И стоит отметить, что сегодня благодаря именно русскому интернету у нас существует наша следующая рубрика, которая называется «Веб-камеры». Благодаря им мы видим весь Крым буквально у нас на ладони. Действительно, это так. И сегодня я хотел бы начать не традиционно с Симферополя, а с одного из, наверное, самых красивых крымских пейзажей. Пожалуйста, покажите нашим телезрителям, как же красиво сейчас в районе Бахчисарая. Вот так выглядит долина. Это знаменитые горы-плато, которые, в общем-то, были населены с самых давних времен. На них находились знаменитые пещерные города. И мы видим, как прекрасна эта долина. Как красиво, как светло, главное. Посмотри, сколько зелени, и хочется обязательно туда съездить. Не раз, конечно же, проезжала по этой дороге, не раз наблюдала эти виды. Ну, я предлагаю двинуться дальше. И, Саль, давай я буду делать видео, показывать, а ты будешь угадывать, что же интересного. Ну, давай попробуй. Да, давайте, давайте. Сейчас одну секунду я включаю. Можно мне подсматривать на экран? Подсматривать? Ну, конечно. Как только я подключусь, обязательно сразу отгадай. Ну, вот, например. Ну, это сразу я могу отгадать. Это, конечно же, всеми любимая солнечная Ялта. Наша южная столица. Южная столица. Всходит солнце, видим абсолютно безмятежный горизонт моря. И, конечно же, это один из самых красивых городов Крыма. Мы двигаемся далее. И я предлагаю следующий город, который на самом деле не менее колоритен, чем наша южная столица. Секундочку, я его подключаю. И что же это такое? Ну, явно какой-то приморский курортный город, но я не узнаю с этого ракурса. Не знаю, может быть, это Евпатория, может быть, Алушта или Феодосия. Ну, в общем, вариантов много у нас. Нет, ну, Феодосия была ближе всего. Это Керчь. Это Керчь? На Керчь мы видим, что уже дыхание весны ощущается на набережной. Деревья, которые растут вдоль берега, сейчас обильно покрыты цветом. И, конечно же, это первый признак весны. И можно представить, какой замечательный аромат стоит в этом месте. Смесь с запахом моря, с запахом цветущих абрикосов. А я думаю, что когда летом мы будем включать именно эту веб-камеру, мы будем видеть, что вот на этом участке будет очень много расположено лежаков и загорающих туристов. Это сейчас там пока никого нет. Хотя удивительно, ведь уже, в принципе, на улице тепло. Днем ожидается до 25. У нас следующий пейзаж. Так, мне кажется, это Севастополь и это Херсонес. Я угадала? Абсолютно верно. Это Херсонес. И мы видим остатки древнего городища. И колокол замечательный. И остатки храма 33-го года с знаменитыми колоннами, которые, как мы знаем, стали символом, в общем-то, и города-героя Севастополя, и самого Херсона, сюда и Крыма в какой-то степени. Поэтому это одно из самых, наверное, знаковых для полуострого мест. Ну, а мне бы хотелось рассказать забавную историю, которая произошла в Севастополе. Дело в том, что там один мужчина лишил света чиновников. Как это произошло? Он выкрутил все лампочки с уличных фонарей, которые находились у администрации в Балаклавском районе. И это вышло ему в 35 тысяч рублей. Вернее, ущерб, который он нанес, составил 35 тысяч рублей. То есть сколько лампочек он выкрутил, мы можем только представить. Ну вот для меня тоже загадка, сколько же он выкрутил. Ну и последний пейзаж. У нас, к сожалению, время нашего первого часа заканчивается. Что же это такое? Конечно же, это Симферополь, но не узнать его просто невозможно. Я думаю, что и днем, и ночью угадаю. Он всегда похож сам на себя. Действительно, это площадь Ленина, имени Ленина, которую ожидает грандиозную реконструкцию в ближайшее время. Я очень надеюсь, что это будет самая красивая площадь Юга России. И действительно, глядя на этот пейзаж, хочется жить. Я предлагаю двинуться дальше и посмотреть такой философско-поэтический дивертисмент нашего корреспондента Артема Андроновского, посвященный очень странной теме. Которая называется «Воля к жизни». 1513 год. В качестве наказания португальца Фернания Лопеса высаживают на необитаемый берег острова Святой Елены. Несмотря на все, мужчина смог выживать на острове в течение 30 лет. А ведь у него не было правой руки и одного из глаз. Интересно, почему кто-то не опускает руки перед обстоятельствами и сражается до конца. «Воля к жизни». Психологическая сила, буквально призывающая человека к борьбе за выживание. Особенно ярко проявляется, когда человеку угрожает травма. Непосредственно связана с надеждой. Во время исследования учеными людей, неизлечимо больных раком, пациенты, имеющие неустойчивую волю к жизни, умирали раньше. Также нельзя исключать примеры людей, которые, несмотря на болезнь, доживали до важных для себя дат и умирали практически сразу после. И все-таки одной воли к жизни недостаточно. Залогом выживания является подготовка, везение, а главное дисциплина и умение ориентироваться. Пун Лим провел в открытом море на спасательной лодке 133 дня. За это время он научился не только экономить воду, каждый день он делал всего 6 глотков, 2 утром, 2 в обед и 2 вечером. Но и добывать пресную воду и пищу самостоятельно. Без еды человек способен прожить до 6 недель. С питьем ситуация сложнее – не более 5 дней. А значит, поиск жидкости – первоочередная задача. Она должна быть достаточно чистой. Подойдет дождевая вода, конденсат или кипяченая речная. Соленая и цветущая не подойдут. Жажда проявляется при потере организма 2% жидкости, а обезвоживание наступает только при 5. Исследователи Роджер Чапман и Роджер Меллисон провели более трех суток на глубине 480 метров. В кромешной тьме в поломанном батискафе. Не терять самообладание и помогать спасателям в своих поисках им давала компания. Они были друг у друга. Но что, если вы остались совсем одни? Согласно исследованиям, одиночество вызывает повышение кровяного давления, проблемы с сердцем, падение иммунитета и психической стойкости. У изолированного человека возникают навязчивые мысли и тревожность. Важно отвлекать себя, вспоминать приятные моменты из прошлого, мечтать о будущем. Конечно, окружающая среда играет не менее важную роль на вопросе выживания. Гораздо проще сдаться тогда, когда вокруг тебя ничего не способствует твоей борьбе за жизнь. Но помните, каждый следующий удар о камень может высечь желанную искру. Никогда не опускайте руки. Александр Селкрик, известный как реальный прототип Робинзона, смог продержаться на небитаемом острове 5 лет. И все благодаря морской живности и козам, оставленным покинувшими окрестности жителями. За время своих злоключений он смог не только наладить натуральное хозяйство, но и одомашнить диких котов. Чтобы не сойти с ума, пират каждый день читал псалмы своим питомцам. Вследствие бунта на голландском корабле Ботавия в 1629 году два моряка были высажены на дикое австралийское побережье. После встречи с местными жителями они умудрились не только выжить, но и серьезно повлиять на судьбу племен. Всегда держитесь в цивилизации и ищите ее следы буквально у себя под ногами. Это залог выживания. Искать следы цивилизации – первоочередная задача. В лесах очень часто встречаются охотничьи домики, к ним ведут специальные указатели. В полной тишине можно услышать шум дороги, рев двигателей самолета. С относительной высоты реально рассмотреть линии электропередачи, вышки и дома. По статистике, большинство людей, которые не выжили в диких условиях, находят в позах полного отчаяния. Они обнимают колени руками или подкладывают их под голову. Любой ценой необходимо продолжать путь. Промедление может стоить вам жизни. Вера в собственное спасение – залог выживания. Каждый следующий шаг может привести вас к заветной цели. Останавливаясь на отдых, не тратьте время и силы на бездействие, сожаление и переживание. При правильном поведении в дикой природе шансы выжить и найти людей куда выше, чем могут показаться на первый взгляд. Наталья Косорукова потерялась в тайге в начале июня 1981 года. За 36 дней полного одиночества, практически без еды и воды, она прошла 200 километров. Спасательная операция длилась так долго, потому что девушка шла вверх, против течения реки, вместо того, чтобы, как положено, спускаться вниз, по течению. Необходимо всегда знать элементарные азы ориентирования в местности. Бросив пристальный взгляд на истории невероятного спасения людей в диких условиях, невольно удивляешься и задумываешься, насколько же крепка и сильна человеческая воля к жизни. И все-таки, права старая поговорка. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Еще раз доброе утро, друзья! Мы приветствуем всех, кто с нами находится с самого начала нашего эфира и тем, кто только присоединился с вами сегодня с Илья Салямова и Александр Ткачев. Мы работаем в прямом эфире сразу на двух телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24» и готовы радовать вас только хорошими, добрыми и светлыми новостями. Кстати, о новостях. Именно сейчас к ним я готова перейти и рассказать, что же интересного, что же важного произошло у нас в Крыму и как это увидели наши корреспонденты новости прямо сейчас. Карманные, наручные, настольные, настенные. Почти 600 старинных часов из разных стран мира собрал коллекционер из Симферополя. Их возраст от 40 до 100 лет и у каждого раритета своя история. В удивительном царстве времени побывала Елена Байрамова. Все это мое богатство. Вот мои первые часы. Немецкие 1939 года. Название я не знаю. Я их в 2007 году подарила мне девушка. Я ей делал ремонт, она мне подарила. И после этого я начал собирать часы. Это стало точкой отсчета нового этапа в жизни Вагифа Алискерова. Старинные часы он находит в ломбардах у знакомых. В его руках даже самый безнадежный механизм снова начинает работать. Вот это сердце часов, механизм. Все здесь зависит. Сложно очень от маятника. Вот здесь сломан маятник. Надо его починить. На ремонт уходит от одного часа до нескольких дней. Запчасти к такому раритету найти непросто. Эти деревянные застали еще Великую Отечественную войну. С боем они, с полчасовой. Коллекционер считает, у часов своя энергетика. К ним важно подобрать свой ключик. Это мы механизм завели, а это бой. Карманные, наручные, настольные, настенные. Заходя сюда, попадаешь в царство времени. Это место стало частью жизни Вагифа. Здесь его душа. Так звучат винтажные индийские часы. У французских свой перезвон. Никто не знает, сколько желаний в новогоднюю ночь было загадано под бой этих курантов. На циферблатах разное время. Это сделано для того, чтобы часы не звучали одновременно. Барабанные перепонки могут не выдержать. Свою лепту в коллекцию внесли соседи и друзья Вагифа. Это часы 69-го года. Я с Вагифом дружу лет 30. Когда он начал коллекционировать это часы, я ее в Азербайджане привез и ему подарил. Живу по соседству с Вагифом. Дружу давно. Прихожу, садимся, играем на арты. В общем, здесь. И я всегда, каждый раз, как прихожу, рассматриваю коллекцию. Мне очень нравится. Не только армянские, я имею в виду все. Попасть в руки к мастеру могут не все часы. У него свои критерии. Я стремлюсь, чтобы, в первую очередь, чтобы часы были механические. Во-вторых, чтобы хотя бы им было лет 30-40. Вот эти часы во время войны выпускались. Их устанавливают в танки. Вагиф утверждает, сегодня часы делают не так, как раньше. Не то качество материала, не тот механизм. Им не прожить такой век. В этой коллекции представлено около 600 часов разных эпох и стран. Этим немецким 111 лет. Они здесь самые старинные. А рядом расположились часы совсем другого периода. Они более современные, как, к примеру, эти советские. Им всего лишь 46 лет. Антиквар мечтает собрать тысячу старинных часов со всего мира. Своё богатство – эстафету времени. Он передаст детям и внукам. Елена Байрамова, Иван Евдокимов. Новости 24. Россия переходит на цифровое вещание. Скоро настанет очередь Крыма. В республике тем, у кого телевизоры не адаптированы под современные стандарты, выплатят компенсации. Однако не всем. Кому полагается материальная помощь и как её получить, узнавал Артём Артёменко. Меньше двух месяцев осталось до перехода с аналогового на цифровое вещание в Крыму. Для этого практически всё готово. Пенсионерам, людям с ограниченными возможностями и ветеранам помогают социальные работники и волонтёры. Давайте позвоним в Центр реагирования по цифровому телевидению. Пожалуйста. Офератор Анталия, добрый день. Переходят все на цифровое вещание телевизора, вернее. Я хотела бы тоже перейти. Согласно постановлению Совета Министров Республики Крым о порядке оказания адресной материальной помощи гражданам, находящихся в трудной жизненной ситуации, вам необходимо обратиться в Департамент труда и социальной защиты по месту проживания. И там вам окажут помощь. Всё. Будем подключаться. На базе нашей горячей линии 8 800 506 308 будет организован консультативный центр по оказанию, опять же, консультативной помощи населению. Крымчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, власти и республики помогут безболезненно перейти с аналогового на цифровое вещание. Прописаны все механизмы оказания этой компенсации для данной категории граждан. Компенсация составляет до 1500 рублей на приставку и до 5000 рублей на комплект цифрового спутникового приёма. 3 июня Крым полностью перейдёт на цифру, это гарантирует телезрителю качественную картинку и звук. Бесплатно будут доступны три мультиплекса, в которые входят 20 федеральных телеканалов, а также семь региональных. Артём Артёменко, Роман Ананев, Новости 24. Такой была информационная картина глазами наших корреспондентов. Мы продолжаем наш эфир, и, как мы обещали, красной линией сегодня мы говорим о том, что 75 лет назад началось освобождение Крыма. И вот в честь этой даты будут опубликованы уникальные документы, часть из которых ранее были глубоко-глубоко засекречены. Но стоит ответить, что они были глубоко засекречены, а доступ к ним имели только некоторые историки, очень маленькое количество тех людей, кто знал об этих документах. А они, кстати, охватывают весь период войны. Действительно, это очень интересно и позволит более глубоко проникнуть в ту трагедию и вообще в историю Второй мировой и Великой Отечественной войны. Это очень важно. И вот следующая рубрика «Хронограф». Она, конечно, наверняка в этом случае не коснется истории Второй мировой войны, но мы рассказываем в ней об истории и о том, что же происходило в этот день много лет назад. В этот день, 237 лет назад, в Париже открылся один из крупнейших театров Франции – «Одион». Здание театра было построено по указу королевы Марии Антуанетты. Первоначально он предназначался для главной сцены страны – театра «Комедий Францесс». Спустя три года в «Одионе» был пожар. Сегодня это крупнейшая библиотека, архив и хранилище видеоматериалов, связанных с театром. 9 апреля 1682 года французский путешественник и исследователь Северной Америки Де Лассаль провозгласил владением Франции большую американскую территорию. Он первым из европейцев спустился вниз по течению Миссисипи, высадился в устье реки и водрузил там внушительный деревянный крест и французский флаг. Ученый дал название «Луизиана» в честь Людовика XIV. Позже, в 1803 году, Наполеон продаст эту землю США. 9 апреля 1699 года Петр I издал указ о наблюдении чистоты. В городах появились служивые, которых впоследствии народ стал называть дворниками. За выбрасывание мусора на улицы нарушителей наказывали кнутом и штрафом в размере 10 рублей. По тем временам это была огромная сумма. 9 апреля 1966 года Ватиканом был официально отменен так называемый «Индекс запрещенных книг», просуществовавший более четырех столетий. В него включались неугодные церкви произведения богословов, ученых и билетристов. Среди полностью запрещенных авторов были Жордано Бруно и Анаре де Бальзак. 9 апреля 1989 года Американец Дуглас Энгельбард получил премию за изобретение компьютерной мыши. Он основал исследовательскую лабораторию, в которой стартовало сразу несколько проектов. Самыми заметными из них стали гипертекстовая электронная база данных и специально разработанное под нее устройство «Мышь». Ну что ж, отводясь от компьютерной мыши, я предлагаю прямо сейчас поговорить о ценах на топливо, ведь это настолько актуальная тема. Как раз сейчас пик, и большинство из вас выезжает на работу. Наверное, информация будет полезна. Итак, один литр газа сегодня стоит 27 рублей 96 копеек. Дизельного топлива 51 рубль и 32 копейки. 92-го бензина 47 рублей 30 копеек. 95-го 51 рубль ровно. И дорогой самый 98-й бензин 56 рублей 59 копеек. Цены не изменились со вчерашнего дня. Но то ли дело валюты, которые меняют свои котировки буквально каждый час. И что же, сегодня доллар равняется 65 рублям 34 копейкам, а евро 73 рублям и 36 копейкам. И обе валюты за последнее время сдали, за последние сутки сдали порядка 10 рублей. Это довольно стабильная динамика. И нужно сказать, что, как обещали, доллар и, прошу прощения, рубль является одной из наиболее стабильных валют на данный момент. Об этом заявили в Национальном банке российском. Ну, а у меня есть информация для тех, кто хочет все-таки сэкономить на бензине. Вернее, это будет такая рекомендация. Пользуйтесь электричками и поездами, как это сделали 700 тысяч крымчан. Уже вот с начала этого года они воспользовались услугами крымской железной дороги. Этот показатель на 4% превышает прошлогодний показатель. Как раз об этом наверняка однажды снимут какое-нибудь прекрасное видео, которое выложат в интернет. Но следующая рубрика посвящена тем видеоматериалам, которые крымчане как раз выкладывают в Всемирную сеть. Крымонлайн прямо сейчас. Очередное ДТП по невнимательности. Феодосия, пересечение улиц Федько и Дмитрия Ульянова. В ролике хорошо видно, как водитель не пропустил автомобиль и выехал на главную дорогу. В результате машина, ехавшая по главной, резко свернула вправо и врезалась в дерево. И снова безответственность. В Керчи на парковке водитель Лады ударил Ниссан Кашкай. Вышел, посмотрел на свой автомобиль и поехал дальше. Он не стал искать хозяина пострадавшей машины и свой номер телефона тоже не оставил. Хорошо, что инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Собираетесь в Баггерово? Идите пешком или запрягайте лошадей. Так назвал свое видео автор, жалуясь на качество дороги. В ролике видно, как водитель автомобиля пытается объехать ямы и кочки, но это практически невозможно. Ровного участка просто нет. Сел за руль и поскакал, комментируют пользователи сети. Ялта, улица Ленина. Сознательный водитель рекомендует установить светофор, аргументируя свое предложение непрерывным потоком людей. Ждать приходится очень долго, по этой причине образуются пробки. А так 30 секунд пешеходам, 30 машинам и все было бы в порядке. А вы как считаете? И снова Ялта. Вот такой позитивный флешмоб запустили мотоциклисты. Любишь мото? Бибикни. Как выяснилось, любителей этого вида транспорта оказалось много. Сигналили все проезжающие мимо авто. Опасно для жизни. Жители одного из новых микрорайонов Симферополя жалуются на некачественные люки. Говорят, они не из металла, а из пластика. Поэтому легко ломаются. В это отверстие запросто может провалиться ребенок. Пользователи возмущены. А здесь водитель просит обратить внимание на двойную сплошную по улице Киевская в городе Симферополе. Чтобы попасть к себе во двор, жалуется автор, приходится ехать аж до Куйбышевского кольца. Куда обращаться и кто отвечает за дорожные разметки, вопрошает автомобилист. Ну что ж, я предлагаю двинуться еще дальше и поговорить немножко о теме спорта. Ты каким спортом занимаешься? Я занимаюсь видом спорта, к сожалению, пока что особо никаким, если честно. Но хотя раньше я занималась танцами, может быть, это, конечно, не спорт, но это все-таки какое-то движение было в жизни. Я знаю, что у нас на работе, особенно в нашей утренней редакции, есть особенный вид спорта. Просыпаться рано и выходить на улицу города, чтобы рассказать крымчанам о самом интересном происходящем, собственно, в эпицентре действий. И этим как раз видом спорта сегодня занимается Ксения Шарпановская и готова нам поведать, что же происходит в столице. Ксения, доброе утро! Ксения, доброе утро! Какой красивый пейзаж у вас сзади! Расскажите, что происходит вдоль набережной? Ну, к сожалению, видимо, какая-то техническая неполадка. Такое иногда бывает, поэтому не стоит расстраиваться. Но мы еще попытаемся связаться с Ксенией. А сейчас давай тогда продолжим тему спорта. Дело в том, что наши корреспонденты выяснили, что, оказывается, в Крыму есть трейсеры. Никогда не слышал этого слова. Это те, кто занимаются паркуром. А паркур, как вы знаете, это вот такой вид спорта, когда надо прыгать с крыши на крышу. То есть по таким достаточно высоким объектам очень опасный вид спорта. Он в России сильно развит, а вот у нас в Крыму можно найти всего 20 трейсеров. Ну, я думаю, что более подробно в этой теме разобрался Стефан Филатов, который создал целый сюжет, посвященный этой тематике. И мы его прямо сейчас вам и покажем. Дотуда можно по очереди, на самом деле, прыгнуть через воду. Там какую-то перееду за тягом Супермена. По очереди там ролл-ролл и все, и ушли. Хорошая идея, давай. Перила, парапеты и лестницы. Трейсеры, так называют себя те, кто занимаются паркуром, находят место для эффектного трюка везде. Но где бы ты ни тренировался, самое главное, говорят ребята, начинать с разминки. Одной разминки для того, чтобы выполнить эффектный трюк, недостаточно. Несмотря на многолетний опыт, спортсмены подходят ответственно к каждому прыжку. Учитывают высоту, расстояние, продумывают приземление. Проделав все то же, на прыжок отважился и я. Главное каждому элементу подходить с головой. Трюк не будет рискованным, когда делаешь то, к чему основательно подготовился, уверяют ребята. Глядя на легкость исполнения головокружительных сальто и не подумая, что осваивать многие элементы пришлось через растяжение и переломы. Через страх, без страховки, падал, ломался, вот, потом опять. И вот недавно я понял, что не надо было. Так, есть залы, есть обучающие видео, есть люди, которые знают, как это делать, которые могут объяснить. У нас говорят так, не стремись к сложным элементам, стремись к технике. Вначале все должно быть технично и правильно сделано. В исполнении профессионалов даже обычный прыжок в длину выглядит красиво. Ведь паркур – это искусство рационального перемещения. И поначалу дисциплина состояла лишь из подобных движений. Акробатика добавилась позже, а вместе с ней появилась и необходимость в серьезной физической подготовке. Я, можно сказать, рост очень слаб, ноги слабые, руки слабые, тело слабое. Мне приходилось как-то заниматься больше воркаутом, турниками, брусьями, железом. Как-то себя подтягивать к этому, потому как мои ребята моего возраста уже тренировались спокойно. Я планирую заниматься и заниматься и тренироваться, чтобы я не сидел на одном месте. Добиться максимального результата от тренировки проще, занимаясь одному или вдвоем. Так и сконцентрироваться легче, и шансов травмироваться меньше. Соревнуя с трейсеры теряют осторожность и часто необдуманно рискуют. Впрочем, независимо от количества атлетов, зрители собираются всегда. Нам понравилось, когда они вот здесь прыгали вдвоем одновременно. Это реально круто. Соревнования, мастер-классы и семинары. Паркур стремительно развивается во всем мире. Используя элементы брейк-данса, единоборств и, конечно же, фантазию, трейсеры доказывают – нет границ, есть только препятствия. Стефан Филатов, Александр Кровец. Утро нового дня. Ну что ж, нашим специалистам все же удалось побороть негараздо связанные с интернетом. И прямо сейчас Ксения Шарпановская вновь с нами. Ксения, доброе утро. Доброе утро. Я прогуливаюсь вдоль набережной реки Салгир в центре Симферополя. Это самая длинная река в Крыму. Ее протяженность 232 километра. Она делится на большой и малый. Так вот, малый Салгир впадает в большой на территорию уже парка имени Гагарина. Но я хочу рассказать вот о чем. В сеть недавно попали видео недовольных жителей по поводу состояния этой реки. Грязно, мелко, мусор. И даже в некоторых участках видно, как она заросла тиной. Так вот, я хочу успокоить горожан. Уже буквально совсем скоро начнется реконструкция этой набережной. Только на одну очистку русла выделено 100 миллионов рублей. Не говоря уже про ограждение, освещение, плитку и так далее. Так что, друзья, уже совсем скоро ее приведут в порядок. Да и действительно пора уже. Что ж, на этой позитивной ноте я хочу передать слово коллегам студия. Спасибо, Ксения. Действительно, добрая новость в добром утре. Ну, а я насладилась, если честно, тем пейзажем, который Ксения показала. Хоть, казалось бы, река Салгир уже не может меня удивить, а вот красиво выглядит с утра. Я думаю, что она удивит всех после реконструкции. Вот самое интересное, что все об этом говорят, но вот в частности в некоторых пабликах, в частности в Фейсбуке, активно обсуждается, что все говорят-говорят, а проект-то никто не видел. Еще не видели проект? Ну, насколько я понимаю, его еще не публиковали. Но наверняка там что-то совершенно потрясающее, именно поэтому его скрывают. И когда его покажут, у всех просто откроются рты от удивления и восхищения. Я думаю, это должен быть эффект неожиданности, поэтому не показывают проект, чтобы люди действительно смогли удивиться тому, как преобразится река, потому что она давно уже в этом нуждается. И как мы уже тоже неоднократно говорили и сравнивали, что этот забор похож на беззубую челюсть. Так много не хватает в нем звеньев. Что же, это называется чудеса пиара. Но мы двигаемся дальше. Следующая рубрика посвящена новостям интернета. Наиболее актуальные видео, которые собрали наши корреспонденты из Всемирной сети. Бобовые способствуют похудению, комментирует автор. Женщина, по всей видимости, работает в каком-то продуктовом супермаркете. И наглядно демонстрирует банку фасоли. Открывает ее, а там вода. Это вот четыре банки. Если у вас такой фасоли нет, мы с вами поделимся. У нас еще много. А вы умеете чистить гранат? Вот как это делается правильным способом. В верхушке плода нужно сделать горизонтальные надрезы в форме шестиугольника. Затем вертикальные от каждого угла. И вуаля, все гениальное, просто. А этот паркурщик ушел красиво, пишут пользователи сети. Он виртуозно карабкается по отвесной стене, прыгает и... Попадает точно в мусорный бак. Самоликвидировался? Шутят в комментариях. Хотите острых ощущений? Просто проведите время в компании «Медведя». Косолапый, как ни в чем не бывало, подошел к рыбакам и сел рядом. Потом, правда, незваный гость все-таки ушел. Ничего удивительного. Это Россия, пишут в комментариях. Любишь делать селфи с животными? Учись у этого парня. Хозяин натренировал свою собаку копировать его эмоции. Улыбается человек, улыбается и четвероногий друг. Нет, это не игрушка с пуговками вместо глаз, а настоящая собака, которая стоит на задних лапках. Пушистого, видимо, за что-то наказали. Разве можно ругать такое чудо? Пишут в комментариях. А эта собака – настоящий исследователь. Чтобы найти что-то вкусненькое, она идет на хитрость. Лапой подвигает стул, запрыгивает и оказывается на столе. Дальше она отправляется в разведку и осматривает духовой шкаф. Да, от такого умного пса продукты надо прятать под замок. Интересно, а дверь холодильника он открывает с такой же легкостью? Этот котенок боится спрыгнуть с дивана. Он жалобно мяукает и просит о помощи. Наконец, взрослая кошка не выдерживает и помогает самым неожиданным способом. Она запрыгивает к нему и лапой сталкивает малыша на пол. Наверное, ей виднее, как воспитывать свое чадо. Особенно мне понравился лайфхак, посвященный тому, как правильно чистить гранат. Ведь на самом деле для крымчан это особенно актуально, потому что эта культура у нас довольно активно растет. И даже не только на Южном берегу, но и даже в Симферополе, в частности, в моем саду. Вообще уникальный сама по себе плод граната. Ты знаешь, что количество зерен в гранате 365? Ровно 365, как дней в году? Ну вот, в некоторых случаях, да. Поэтому этот плод очень символичен во многих смыслах. Нет, я никогда об этом не знала и не слышала. И, конечно же, ни разу не додумалась посчитать все эти гранатинки. Ну, было бы странно сидеть и считать, конечно. Я представляю, как это выглядело. Ну, ученые не такое считали, как известно. Я думаю, что это британские ученые этим занимались, а именно они славятся тем, что любят какие-то делать такие необычные открытия. Ну, добавлю от себя, что погода последние несколько лет благоволит. И даже в Симферополе, повторюсь, прекрасно растет эта культура и плодоносит. В частности, я в прошлом году собрал целых 10 крупных плодов с куста, которому всего лишь 4 года. Ну, это тема отдельного разговора. Но погода – это то, что волнует абсолютно каждого. И прямо сейчас мы поговорим, что же ждет симферопольцев и крымчан сегодня. Симферопольцев 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 Я знаю, что сейчас в России стало очень актуальным, скажем, соблюдать права людей, которые ограничены в своих возможностях. Имеется в виду пандусы специальные, специальная разметка на дорогах. Все видели такие ребристые платформы возле переходов, например. Действительно, это, наверное, очень актуально. Это очень актуально. Сейчас, в принципе, в Крыму пока что не везде можно найти все эти необходимые атрибуты для людей с инвалидностью. Но вот во многих наших российских городах действительно это уже увеличивается, улучшается инфраструктура. Ну и в частности, например, футбольные стадионы, вообще российские футбольные стадионы, они тоже улучшаются. Там появляются необходимые сидения, то есть не такие узкие, к которым мы привыкли. Они низкие как раз для того, чтобы человек с ограниченными возможностями мог сесть. То есть человек, который страдает зрением, ему предлагается наушник, чтобы он мог послушать, что комментирует, что рассказывает. В общем, в этом плане инфраструктура очень меняется. Мне хотелось бы, чтобы в Симферополе тоже она на улице улучшилась. Так и будет абсолютно точно. Но я знаю один город в солнечном Крыму, который специализируется на реабилитации людей с ограниченными возможностями. Там действительно людям помогают. Если не сказать больше, в прямом смысле ставят на ноги. Да, это можно сказать всероссийская здравница. Да даже что можно, надо и так и говорить. Евпатория, все знают, что после Советского Союза она оставила этот статус за собой. И там даже есть пляж, именно предусмотренный для людей с инвалидностью. Это пока что единственный пляж в Крыму, но он находится именно в Евпатории. Я знаю, что ты подробно вникла в эту тематику. Я очень подробно вникла, да. И узнала о том, как люди проходят там реабилитацию. И прямо сейчас предлагаю с вами погрузиться в этот материал. И вот обнадежиться, что все-таки все у них будет хорошо. Статус здравницы Евпатория сохранила и после развала Советского Союза. Тысячи людей приезжают сюда круглый год, чтобы поправить здоровье, а иногда и пройти сложный курс реабилитации. А некоторые именно здесь снова учатся жить. Есть такое вообще высказывание. Раньше у нас были хобби, а теперь это все называется реабилитация. Открыть дверь, проехать на коляске, пройти дополнительно шажок, сесть на велосипед и все-все-все-все. Это все реабилитация. Реабилитологу Олегу Колпакову самому пришлось пройти этот путь. В 2001 году он упал с четвертого этажа. Травма, полученная тогда, посадила в кресло. Сегодня, как и его коллеги, помогает уже другим научиться заново чувствовать свое тело. Небольшой шаг или удар рукой – это уже огромный успех. Видно прогресс в амплитуде движения в первую очередь. То есть шажок был 20 сантиметров, шажок стал 50 сантиметров. Движение в локте было 10 градусов, стало 120 и все остальное. Евпатория принимает не только тех, кого несчастный случай вырвал из нормальной жизни, но и тех, кто родился с диагнозом ДЦП. Многие из них приезжают на лечение в совсем юном возрасте. Перед реабилитологами стоит задача не лишить ребят детства, а потому между занятиями тут и рисуют на теле, и шьют игрушки, и играют в дочки-матери. После уроков шитья дети учатся гладить, стирать или готовить себе обед. В этой комнате все сделано для удобства людей с особыми потребностями. Чтобы инвалид на коляске мог вниз направить и увидеть процесс приготовления блюда. Все это специально продумано. Также у нас есть специальные выдвижные вот такие вот поверхности, для того, чтобы было удобно работать именно во время приготовления блюд. А еще в городе постоянно тренируется российская паралимпийская сборная. Те, кто не сдался, принял свой недуг и даже добился успеха в профессиональном спорте, особенно ценят наш крымский климат и умения специалистов. У нас закончились учебно-тренировочные сборы паралимпийской сборной Российской Федерации по стрельбе из лука. Мы готовы принимать сборников по академической гребле. Но все-таки в первую очередь Евпатория – место, где возрождается вера в полноценную жизнь и где с оптимизмом воспринимаешь свое прошлое. Павел Шехалев 9 лет назад, отдыхая с друзьями на речке, неудачно нырнул. В итоге в 22 года стал инвалидом. Переоценка идет ценности и самой жизни. То есть на жизнь по-другому начинаешь смотреть, что ты начинаешь намного больше и сильнее любить, и ценить, что когда я был здоровый, не ценил и не замечал. Каждый день дает шанс взглянуть по-новому на свою жизнь. Задача таких курсов не просто обучить ребят каким-то навыкам, но и показать, что их жизнь не остановилась. Она просто стала другой, и в ней есть место увлечениям, работе и любви. Ну что ж, об увлечениях, работе и любви я предлагаю поговорить с нашими гостями, которые уже в студии. Я присоединяюсь к твоему пожеланию и отмечу, что у нас сегодня в гостях Гульнара Наримановна Муртазаева, директор средней общеобразовательной школы номер 44. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вы сегодня пришли не одни. Да, не одни вы. Давайте знакомиться. Как вас зовут, ребят? Ибрагимов Аблемид. Ибрагимов Аблемид. А, Ибрагим, правильно? Ибрагимов Аблемид. Аблемид. А тебя как? У Сладдинова Милек. Милек. Так. Очень приятно. Доброго утра. Очень приятно. Рассказывайте, почему сегодня вы у нас в студии, в гостях? Потому что мы выступали в Москве. Как выступали? Пели, наверное, танцевали? Нет. Рассказывали стих, диалог и два доклада. Один на русском языке, другой на крыско-татарском языке. И чем это закончилось? С первым местом. Да вы что? Мы вас поздравляем с первым местом. Молодцы, ребят. Нарина Римановна, расскажите, что же все-таки это был за такой конкурс? Добрый день, дорогие друзья, крымчане. Большое спасибо телеканалу за возможность выступить. На самом деле, дети себя назвали в Москве первыми ласточками, оно так и есть. Мы были участниками 14-й международной конференции, которая была посвящена Году коренных народов мира. И, собственно говоря, сейчас идет традиционно ряд конференций, проходит в ряде стран мира. И в частности, в Москве Международная лингвистическая школа проводила 14-ю конференцию, посвященную коренным народам. И наши дети оказались участниками этого не просто так. Они были сначала победителями республиканского конкурса «Язык, душа народа». В республике они тоже получили первое место за декламацию, за подготовку научного проекта на крымско-татарском и русском языке. Потому что основная идея – это обучение детей в нашей школе на билингвальной основе. То есть двуязычие, и в частности, в перспективе треязычие. Потому что вся конференция, язык конференции – это был английский и русский. Но наши дети показали знание и понимание и того языка, и другого. И в результате, на самом деле, даже на момент подачи заявки, изменили устав конференции. Потому что возрастная категория участников такой научной конференции школьников – это дети с 12 лет и старше. А наши, вот, восьмилетки, собственно, Крым, вот на этом этапе, была такая гордость за Крым, за наше крымское образование, за наши достижения. Что вот места разделили, были представители стран СНГ, были представители дальнего зарубежья. Близь, в частности, даже в жюри присутствовали преподаватели с Британского колледжа, преподаватели непосредственно с европейских стран. И наша, так сказать, победа была ознаменована о том, что Республика Крым, Российская Федерация – первое место. Второе место – Татарстан, Казань. Третье место – Казахстан. А дальше уже шли все остальные страны. Но когда зазвучало, что Республика Крым, вы знаете, было такое счастье, я так благодарна детям. И дети у нас тоже такие уникальные. Это первый набор 44-й школы, школа четырех президентов, которая была первая построена как объект федеральной целевой программы, и которая в результате выстрелила вот этими замечательными детками, которые после получения, я вот принесла эту медаль даже, чтобы показать ее, да, золотую, вот, они после этого у них спросили, что же вот вы чувствуете. Главное, что мы поддержали Крым. У нас такие вот патриотические дети. Видимо, наши мероприятия, которые мы проводим бесконечно, что-то об этом говорим бесконечно. Мы поддержали школу и не подвели школу. И эту медаль они принесли лично в руки директору, сказали, это вам, Гульдар Нариманов. Покажите нам медаль, демонстрируйте, похвастайтесь. Да, вот она такая замечательная. Так, сейчас мы сначала кубок. Не только медаль, а и же тут кубок. Вот умели кубок, да, вот. С другой стороны разверни. Разверни и покажи, да. Покажи, продемонстрируйте. А вот эта золотая медаль, да, Блямит, тут, держи. Вот, это вот такая золотая медаль. Вот даже можем показать, на нем повесить ему. Вот она вот такая. То есть ребята уже, можно сказать, почти в совершенстве владеют несколькими языками. Да. И на это они и продемонстрировали. Какими языками? Вы знаете, на самом деле, к радости великой, я считаю, нашего народа и всех нас, крымских татар, в частности, после того, как Крым вошел в состав юрисдикции Российской Федерации, если трактовать закон о языках, и в частности, именно направление родного языка, можно выбирать изучение крымско-татарского языка как родной, и у детей появилось гораздо больше шансов, нежели раньше. То есть у них изданы с 2014 года два учебника, двуязычие, полные мысли, вот вы можете с ними поговорить, они между собой говорят и на русском, и на крымско-татарском. Два учебника, один на русском, другой на крымско-татарском. И математика, и окружающий мир, и ряд предметов трактуются на билингвальной основе. Вот этот класс, которым они обучаются, это Республиканская инновационная площадка обучения на билингвальной основе. Ну вот мы планируем, что, собственно, в дальнейшем получим полное подтверждение наших полномочий, и дальше будем развивать наших детей. Это большая роскошь, когда выросло то поколение в Крыму, вот это дети, Яблемид и Мелик из этого поколения, которые могут думать, мыслить, говорить, творить, иметь шанс участвовать в ряде мероприятий и владеть также русским языком одинаково крымско-татарским. Но кроме этих детей мы еще повезли свою сферу дополнительного образования. То есть у нас с нами было дополнительное образование, наш хореографический ансамбль «Юлдезлар» под руководством заслуженной артистки Крыма Майи Анафеевой и Москва. Я не хочу сказать, я никогда не испытывала столько эмоций, сколько испытала в Москве, потому что для москвичей мы были чем-то совершенно неординарным. Вот дети сопровождали танцами, песнями и своим, на мой взгляд, можно у них спросить, достаточно патриотическим докладом. Тема была «Крымско-татарский язык в полиэтническом Крыму». Самое главное, что на этом докладе были представлены все нации, которые живут на сегодняшний день в Крыму. Кратко о них было сказано. Сказано было и на крымско-татарском, и на русском языке. Так, доклад подготовили дети или взрослые? Доклад подготовил учитель высшей категории, конечно, классно-руководитель этого класса научный. Зарема Серверна Меджитова, она поработала именно так, построен доклад, как он рассчитан для детей именно восьмилеток. То есть постановка проблемы, гипотезы, выдражение альтернативы и принятие решений. А принятие решений было, конечно, воспринято. Жюри все встали, стоя аплодировали. И представитель Кембрического лицея, кстати, тоже был в жюри. Потому что Международная лингвистическая школа, если спросите у детей, что произвело впечатление школы, там, собственно, несколько уровней, и два из них – это Британский лицей и Кембрический колледж. То есть вы сразу покорили с первого раза Москву. И, как говорится, Москва слезам не верит, а в этом случае она поверила именно вашим знаниям, стихам и языкам. Какое же решение вызвало столь бурные аплодисменты? Ну, мне кажется, все, что делали дети, оно было очень профессионально. В том плане, что были выдержаны рамки именно научной конференции школьников. То есть проект был построен как научное исследование. Какая ситуация в Крыму у нас сейчас первая по языкам, в частности, у них в школе. Второе – как нам двигаться дальше, какие у нас проблемы и результаты. То есть мне кажется, что именно построение проекта и совершенно замечательное владение языком детей, но оно произвело впечатление. А вот мне интересно все-таки узнать у ребят, а вам не сложно общаться сразу на двух языках, мыслить на двух языках? Нет, нет. Не вызывает сложности? Не путайте иногда фразы? Нет. А нет желания выучить еще несколько? Да. Какие бы выучили? Турецкий и казанский. Я тоже сам. А английский? Английский мы учим. У нас в Крыму, насколько я помню, трехязычие, а украинский знаете? Да. Я немножко. Сколько языков вы знаете, какие молодцы. Ну что ж, я думаю, что есть чем гордиться Крыму, когда такое поколение растет, которое наверняка сделает славу нашему полуострову. Ну что ж, мы вам желаем еще больше побед, чтобы еще больше золотых медалей висело на ваших шеях и в руках держали вы еще больше таких вот и грамот, и вот таких вот красивых действительно посмотрите. Я просто хотела сказать, что прибыв в Москву, получив возможность выступить с точки зрения трибуны и доложить всем присутствующим о том, как у нас на самом деле обстоит ситуация и с образованием, и с детьми. Это был такой шанс, и мне кажется, дети выполнили его достойно, и я в частности очень горжусь. Еще раз повторяю, нашим крымским образованием мы лучшие. Мы, как говорится, впереди даже исторических каких-то фактов идем. Это объективно, потому что жюри было объективно. Мы хотим добавить, что гордится весь Крым, не только вы. Спасибо. Ну что же, у нас в гостях директор среднеобразовательной школы номер 44 Гульнара Мортезаева. Большое вам спасибо, что вы поведали крымчанам о таком событии. Действительно, будем все вместе гордиться. Ну и мы двигаемся дальше. У нас афиша, что же сегодня происходит на театральных и кинокиматографических подмостках полуострова. Сегодня в театре имени Горького культовая постановка. Свои люди, сочтемся. Главный герой любым способом пытается увеличить свое богатство, и для этого объявил себя банкротом. Он доверился близким, но жажда наживы сделала их совершенно другими. Во времена написания этой пьесы критики очень негативно высказались о ее содержании. Все действующие лица, купец, его дочь, стряпчий, прикачек и сваха, отъявленные мерзавцы. К сожалению, и сегодня эта проблема остается актуальной. Начало в 19.00. В кинотеатрах для младшей аудитории мультфильм «Потерянное звено». Главный герой – исследователь и натуралист Лайонел Фрост. Смысл его жизни – поиск самых необычных существ, о которых знают исключительно по легендам. Тут-то на пути ученого попадается настоящий Йети, последний своих сородичей. Сможет ли добрый великан обрести семью? Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Первая игровая перезагрузка мультипликационного фильма студии Дисней от режиссера Тима Бертона. Действие разворачивается в цирке, где рождается слоненок с непомерно большими ушами. Это вызывает насмешки и упреки, пока вдруг не оказывается, что вместе с ушами будущей звезде достается умение летать. Выступления под куполом цирка, овации и слава длятся до тех пор, пока не оказывается, что в сказочной стране хранится слишком много темных секретов. Также в кино супергеройский фильм Шазам. Билли Бэтсон оказывается в приемной семье. Несмотря ни на что, он преследует единственную цель – найти свою настоящую мать. Но однажды он попадает в мир магии, где достаточно прокричать всего лишь одно слово – Шазам, чтобы превратиться в настоящего супергероя. Парень хочет стать лучшим волшебником, но появляется опасный враг, который использует самые грязные методы, чтобы забрать его способности. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Ну что ж, я предлагаю двинуться дальше и поговорить о том, насколько важны человеку друзья. Конечно, друзья очень важны. И четырехлапы, и пластоноги, не знаю. Разные друзья важны. Главное, чтобы они вас поддерживали в трудную минуту, всегда были рядом. Следующий сюжет посвящен именно этому. Если у вас пока еще нет такого друга, мохнатого и доброго, быть может, вы его приобретете через телефон, который будет в следующей рубрике. Дакота нежная, яркая и красивая. Она любит людей, любит общаться, отлично ходит на поводке и любит учиться. Дакоте около года. Она привита и стерилизована. Звоните, привезем. Плюс семь девять семь восемь 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 сот шестьдесят три одиннадцать ноль три. Ну что ж, на часах уже без двадцати девять. Я думаю, что самое время поговорить о насущном, о пробках. Потому что что может быть более страшным, чем попасть в пробку перед тем, как попасть на работу? Ведь все мы знаем, что опаздывать нехорошо. Давайте обратимся к этой тематике. Итак, мы видим сейчас наш прекрасный Симферополь с высоты птичьего полета. И что же происходит на центральных улицах? Как всегда, треугольник между главными кольцевыми развязками города, площадью Куйбышева и площадью Советской, очерчен красной границей. Движение там, к сожалению, замерзло. Давайте подробнее об этом поговорим. Площадь Куйбышева со всех сторон ограничена пробками. Дело все в том, что въезд на кольцо традиционно сложен. Мы видим, что по направлению кольцу со всех сторон движение остановилось. Кроме проспекта Кирова, там, кстати говоря, более-менее благоприятная обстановка. Площадь Советская, улица Ленина. Подъезд к кольцу, в общем-то, со стороны Ленина заблокирован. Ну а так, в целом, ситуация благоволит попасть на работу вовремя. Давайте двинемся дальше и поговорим про еще одну важную артерию нашего города. Это улица Севастопольская. Движение на ней не занято. Это. Хотелось бы сделать некоторую динамическую справку. Дело все в том, что буквально вчера движение было куда более сжато. Вчера вот все улицы были центральные, окрашены в красный цвет. Сегодня все более-менее хорошо. Вероятно, это связано с тем, что люди возвращались в город после выходных. А сегодня уже спешат на работу. Кто-то выехал пораньше, кто-то попозже. Давайте посмотрим, что же происходит на площади Московской. Итак, движение к площади Московской со стороны улицы Гагарина. Железнодорожного вокзала, окрашена в багровый цвет, полностью пробка. К сожалению, не ясно пока с чем. Указаний на аварию нет. Более того, скажу, что если посмотреть совсем свысока, то видно, что центральные улицы города, конечно, загружены. Но периферические вполне себе позволяют проехать без задержек. Что я вам рекомендую сделать, если вы не слишком спешите и не опаздываете? Используйте объездные пути, чтобы не загромождать транспортом центральные улицы города. Такова ситуация на дорогах в центре Симферополя. Саша, ну вот я хотела бы добавить, что существует дорожная разметка. И она, кстати, совершенно способствует уменьшению пробок, уменьшению аварийности. Я с этим полностью согласна. Вот стало известно, что в течение недели было нанесено 15 тысяч километров дорожной разметки у нас в Симферополе. Работы были выполнены по улицам Карла, Маркса, Толстого, Троллейбусной, Жени Жигалиной, Александра Невского и ряде других. Ну и стоит напомнить, что глава администрации Симферополя Наталья Маленко сказала, что три раза в год будет обновляться разметка. Ну я знаю, кто может более точную информацию дать, что же происходит прямо сейчас на наших улицах в центре города. Ксения Шарапановская, наш мобильный корреспондент прямо сейчас на пленере. Снова доброе утро, друзья. Надеюсь, у вас такое же прекрасное настроение. Просыпайтесь, заряжайтесь позитивом. Уверена, кто-то уже собирается на работу, ну а кто-то, может быть, уже выехал и наверняка попал в пробку. Я нахожусь сейчас на Советском кольце, на площади Советская. И за моей спиной можно видеть небольшой затор. Впрочем, как и всегда в это время и на улице Ленина. Я с предыдущей локации сюда добиралась без проблем. То есть предыдущее прямое включение было возле набережной реки Салкир. То есть, чтобы попасть сюда, в центр, мне пришлось немножко объехать это в сторону Куйбышева и обратно. Так вот, дорога практически свободна. И движение было не затруднено, чего не скажешь про другие улицы Симферополя, например, Киевская или, допустим, даже улица Ленина. Я уверена, опять-таки повторюсь, у всех отличное настроение, потому что оно не может быть другим в такой прекрасный солнечный день. Сегодня температура прогреется аж до 22 градусов. Кстати, может кто-нибудь и не поехал на работу, а решил выбраться на пикник. Так вот, любителям шашлыков на природе хочу сказать, что сейчас пожароопасные дни, поэтому будьте осторожнее. Тушите тщательнее костры, если вы их уже разожгли, да, и берегите нашу крымскую природу. Желаю всем отличной недели, отличного дня, хорошего настроения. И, коллеги, вам слово. Спасибо большое, Ксения. Но я хочу сказать, что радоваться осталось не совсем долго, потому что уже совсем скоро, завтра, прямо начнутся настоящие весенние дожди. Не стоит расстраиваться, потому что это неотъемлемая часть весны, это часть природы, потому что сейчас начинается вегетационный период у растений, и без увлажненной почвы это просто невозможно. Ну что ж, добавить, Саша, ты так сначала сказал, что радоваться осталось недолго, и, если честно, даже в этот момент испугалась. Что же ты имеешь в виду? Неужели конец света наступит? Но то, что будут дожди, я думаю, этим крымчан совершенно не удивить. Все мы привыкли носить с собой такие небольшие зонтики для того, чтобы в случае чего, конечно же, после жары 25-градусный достать зонтик, когда вдруг неожиданно пойдет дождь. Дождь – это очень хорошо. Еще более того скажу, что на данный момент складывается довольно благоприятная обстановка, связанная с заполнением водохранилищ. И в этом году Крым, вероятнее всего, не будет испытывать затруднения с водой. Поэтому дожди, которые пойдут, они, конечно, еще больше дополняют поверхность наших водных ресурсов. И, конечно, будет сделано все для того, чтобы и мелиорация, и потребление населением воды было, в общем-то, обеспечено в полном объеме. Ну, а сейчас я предлагаю о такой практичной теме перейти к возвышенной философской и поговорить о том, как сохранить волю к жизни, особенно когда у всех у нас бывают моменты, вдруг ты потерял ее, и у тебя пропала какая-то надежда, пропала вера. Вот как это сохранить? О хороших, красивых примерах, сильных духом людей расскажет Артем Андроновский. 1513 год. В качестве наказания португальца Фернания Лопеса высаживают на необитаемый берег острова Святой Елены. Несмотря на все, мужчина смог выживать на острове в течение 30 лет, а ведь у него не было правой руки и одного из глаз. Интересно, почему кто-то не опускает руки перед обстоятельствами и сражается до конца? Воля к жизни. Психологическая сила, буквально призывающая человека к борьбе за выживание. Особенно ярко проявляется, когда человеку угрожает травма. Непосредственно связана с надеждой. Во время исследования учеными людей, неизлечимо больных раком, пациенты, имеющие неустойчивую волю к жизни, умирали раньше. Также нельзя исключать примеры людей, которые, несмотря на болезнь, доживали до важных для себя дат и умирали практически сразу после. И все-таки одной воли к жизни недостаточно. Залогом выживания является подготовка, везение, а главное дисциплина и умение ориентироваться. Пун Лим провел в открытом море на спасательной лодке 133 дня. За это время он научился не только экономить воду. Каждый день он делал всего 6 глотков. Два утром, два в обед и два вечером. Но и добывать пресную воду и пищу самостоятельно. Без еды человек способен прожить до 6 недель. С питьем ситуация сложнее – не более 5 дней. А значит, поиск жидкости – первоочередная задача. Она должна быть достаточно чистой. Подойдет дождевая вода, конденсат или кипяченая речная. Соленая и цветущая не подойдут. Жажда проявляется при потере организма 2% жидкости, а обезвоживание наступает только при 5. Согласно исследованиям, одиночество вызывает повышение кровяного давления, проблемы с сердцем, падение иммунитета и психической стойкости. У изолированного человека возникают навязчивые мысли и тревожность. Важно отвлекать себя, вспоминать приятные моменты из прошлого, мечтать о будущем. Конечно, окружающая среда играет не менее важную роль на вопросе выживания. Гораздо проще сдаться тогда, когда вокруг тебя ничего не способствует твоей борьбе за жизнь. Но помните, каждый следующий удар о камень может высечь желанную искру. Никогда не опускайте руки. Александр Селкрик, известный как реальный прототип Робинзона, смог продержаться на небитаемом острове 5 лет. И все благодаря морской живности и козам, оставленным покинувшими окрестности жителями. За время своих злоключений он смог не только наладить натуральное хозяйство, но и от домашних диких котов. Чтобы не сойти с ума, пират каждый день считал псалмы своим питомцем. В следствии бунта на голландском корабле Батавия в 1629 году два моряка были высажены на дикое австралийское побережье. После встречи с местными жителями они умудрились не только выжить, но и серьезно повлиять на судьбу племен. Всегда держитесь цивилизации и ищите ее следы буквально у себя под ногами. Это залог выживания. Искать следы цивилизации – первоочередная задача. В лесах очень часто встречаются охотничьи домики, к ним ведут специальные указатели. В полной тишине можно услышать шум дороги, рев двигателей самолета. С относительной высоты реально рассмотреть линии электропередачи, вышки и дома. По статистике, большинство людей, которые не выжили в диких условиях, находят в позах полного отчаяния. Они обнимают колени руками или подкладывают их под голову. Любой ценой необходимо продолжать путь. Промедление может стоить вам жизни. Вера в собственное спасение – залог выживания. Каждый следующий шаг может привести вас к заветной цели. Останавливаясь на отдых, не тратьте время и силы на бездействие, сожаление и переживание. При правильном поведении в дикой природе шансы выжить и найти людей куда выше, чем могут показаться на первый взгляд. Наталья Косорукова потерялась в тайге в начале июня 1981 года. За 36 дней полного одиночества, практически без еды и воды, она прошла 200 километров. Спасательная операция длилась так долго, потому что девушка шла вверх против течения реки, вместо того, чтобы, как положено, спускаться вниз по течению. Необходимо всегда знать элементарные азы ориентирования в местности. Бросив пристальный взгляд на истории невероятного спасения людей в диких условиях, невольно удивляешься и задумываешься, насколько же крепка и сильна человеческая воля к жизни. И все-таки, права старая поговорка. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Как сказал Артем Андроновский, одиночество вызывает повышение кровеносного давления. Но мы не одиноки. Прямо сейчас у нас есть подключение с новостной редакцией. Доброе утро вам! И с нами на связи Гульнара Юдина. Доброе утро! Доброе утро, ребята! Гульнара, скажите, пожалуйста, участвовали вы когда-нибудь в волонтерских движениях? Да, конечно. Если считать макулатуру, сбор макулатуры волонтерским занятием. Это было в школе, в начальных классах. Тогда волонтерство было именно таким. И, кстати, сразу пришло на ум воспоминание из детства, когда мальчик принес из дома старые книги. И преподаватель нашего класса обнаружила там папину заначку. Бывают же такие чудеса. Прямо как из анекдота. Но я знаю, что вы, Гульнара, как раз-таки помогаете и животным. И некоторых берете домой, выхаживаете, выкармливаете. Это тоже, считаю, волонтерское движение. Да, действительно. За животными я стараюсь ухаживать. У меня в багажнике автомобиля всегда есть пакет с корном сухим. Если я вижу собаку бездомную или кошку, останавливаюсь, немножко насыплю. Гульнара, скажите, пожалуйста, что у вас сегодня в новостной повестке? Как всегда, узнаете о самых интересных и главных новостях из жизни полуострова. Мы расскажем, как бороться с недобросовестной управляющей компанией. И почему Евпаторийский десант имеет трагическую историю. Не переключайтесь, чтобы не пропустить самое важное и интересное. Большое вам спасибо. Мы искренне желаем вам самого хорошего эфира и только добрых новостей. Спасибо большое. Гульнара Юдина с нами была на связи. Ну, а мы действительно желаем вам и призываем не переключаться, несмотря на то, что наш эфир подходит к концу. Наш эфир подходит к концу, но буквально завтра уже, а это совсем скоро, мы снова будем с вами и будем рады сообщить вам самые актуальные, самые интересные и свежие новости полуострова. Ну, а мы желаем вам хорошего продолжения этого дня. Надеюсь, мы зарядили вас энергией и бодростью. До новых встреч, друзья. До завтра.